Теперь вы знаете, как образуются пластики. Давайте поговорим о том, как они воздействуют на нашу жизнь и как их использовать, чтобы нанести минимальный вред природе. Самые часто используемые пластики обозначаются цифрами с 1 до 7, которые расположены в треугольнике. Это полиэтиленторифталат, полиэтилен, полипропилен, полистирол, поликарбонат, поливинилхлорид и другие. Цифрой 1 обозначается полиэтиленторифталат. Из него обычно делают бутыли для питьевой воды. Это достаточно безопасный пластик за одним исключением. Дело в том, что под действием солнечного света он подвергается фотолизу. При этом в воду могут попасть те вещества, из которого он сделан, и делают ее небезопасной. То есть этим пластиком можно пользоваться много раз, но только если он не стоит на солнечном свете. Номерами 2 и 4 обозначают полиэтилен. Номер 2 это полиэтилен высокой плотности, из него делают вот такие канистры. И номер 4 это полиэтилен низкой плотности, из него делают полиэтиленовые пакеты. Это самый безопасный из бытовых пластиков и самый инертный. Единственное, его нельзя ставить в микроволновую печь, потому что он плавится при температуре примерно сопадающей температуры кипения воды и расплавится в вашей микроволновке. Номер 3 это поливинилхлорид. Из него делают, например, трубы и изоляцию для проводов. Это самый опасный для природы пластик. Дело в том, что при нагревании и при сгорании из него выделяются диоксины, вещества, которые и канцерогены, и мутагены, и очень токсичны для всей природы. Номером 5 обозначают полипропилен. Из него делают вот такие вот емкости, а также контейнеры для пищи. Это безопасный пластик, и в отличие от полиэтилена, плавится он достаточно высоко, поэтому его можно нагревать в микроволновой печи. Под номером 6 полистирол. Это безопасный пластик, но только если он не горит. При горении из него выделяется стирол, который достаточно опасен и для человека, и для природы. Из полистирола делают контейнеры для еды, подложки и вот такой вот пенопласт. То есть, если вы упаковываете какую-то бытовую технику, то чаще всего это полистирол. Номером 7 обычно обозначают несколько видов пластиков, но чаще всего это поликарбонат. Из него делают теплицы и вот такие компакт-диски. Это достаточно безопасный пластик, хотя обычно в пищевой промышленности его и не используют. Пластики перерабатывают разными способами, поэтому для того, чтобы получить из них что-то полезное, нужно сдавать их раздельно. И чего это нужно делать? Вспомните свою первую зубную щетку, какого она была цвета, размера, формы. Вспомнили? Так вот, если вы не сдали ее в переработку, то она и сейчас лежит где-то на помойке среди мусора. Более того, ваши дети и внуки состарятся, а она все так же будет лежать, загрязнять природу и портить внешний вид. А если сдать ее в переработку, то уже через пару недель она превратится во что-нибудь полезное. Например, в лопату или ведро для мусора. Это ведро впоследствии тоже можно сдать в переработку и сэкономить природные ресурсы и нанести ей меньше вреда. Пластики отличаются по своим химическим свойствам. Одним из способов, как можно различить типы пластиков, является их сжигание. Для этого возьмем по 1 квадратному сантиметру каждого пластика, сожжем его и пронаблюдаем за происходящими процессами. При горении полиэтилен-терефталата всегда капают его расплавленные капли. Теперь возьмем полиэтилен. Полиэтилен достаточно легко плавится до внесения пламя, загорается, горит ярко, капает и при этом пахнет горелой свечкой. Поливинилхлорид — это, например, изоляция для проводов. Пахнет горелой проводкой. К счастью, он тухнет практически сразу после вынесения из пламени. Это также полиэтилен. Посмотрите, он плавится до внесения в пламя. Загорается. Горит. Полипропилен очень похож по свойствам на полиэтилен. Но он никогда не плавится до внесения в пламя. При горении так же пахнет свечкой. Теперь полистирол. Полистирол легко плавится. Горит с образованием черного дыма. И после его сжигания видны мелкие черные мушки. Горица. Приятного аппетита. Продолжение следует...